Привет, друзья! С вами Романов Роман и мой авторский блог на ПолитРаши. Сразу предупреждаю, сегодня будет немного философских рассуждений от великорусского шовиниста. После распада СССР на постсоветском пространстве возникла идея о создании интеграционных проектов. Первым таким проектом стал Союз независимых государств, структура, которая позиционировалась как интеграционная. На деле же основная цель СНГ была в том, чтобы облегчить последствия развала Советского Союза и сделать проще переход отдельных республик к независимости. Как интеграционная или международная структура СНГ оказался абсолютно бестолковым и за все время ни разу не решил ни одной серьезной проблемы. И ныне СНГ де-факто превратился в исторический мусор, о котором уже лет через 10 никто и не вспомнит. Но возникали и другие объединительные проекты, типа Союзного государства России и Белоруссии и, конечно же, Евразийской интеграции. Проекты, безусловно, прекрасные, но меня всегда мучил вопрос, а, собственно, нужно ли это все России? За последние 20 лет режим Александра Григорьевича Лукашенко получил от России в качестве дотаций, преференций, прямых вложений и финансовой поддержки более 100 миллиардов долларов. И это не считая беспроцентных кредитов и займов, половина из которых обычно либо не выплачивается, либо платится, но с длительными задержками. Получается же, что в среднем за год Россия просто так отдавала Белоруссии от 7 до 9 миллиардов долларов. Это около 10% ВВП республики. Это все равно, что если бы в Россию инвестировали 250 миллиардов долларов ежегодно. И что Россия в данном случае получает взамен? Но я хочу, чтобы россияне понимали, особенно руководство России, что мы не будем мальчиками на побегушках. Мы самостоятельное, суверенное государство, живущее с вами в одном доме, но имеющее свою квартиру. Союзное государство так и остается политикой экономическим Франкенштейном, где любые попытки экономической интеграции глушатся со стороны белорусских партнеров. То же самое можно сказать ибо о евразийском экономическом сотрудничестве. Таможенный союз должен был создать общий рынок границ и общие правила для бизнеса евразийских государств. На примере дела Уралкалия мы видим произвол со стороны белорусов. И всяческое неуважение к правилам того самого таможенного союза. А пример с международными санкциями и вовсе ставят наших союзников в странное положение. Вроде Россия ведет торговые войны с западными государствами. Любой, кто называет себя союзником, как минимум бы не вмешивался в ситуацию. Но что делают наши союзники? Правильно, они делают бизнес. В очень короткий срок Белоруссия и Казахстан превратились в государства контрабандистов. Да, именно так и используют открытые границы наши союзники. Для ввоза несертифицированной и очень часто некачественной продукции. Если для казахов правит бау некачественный китайский ширпотреб, то Белоруссия стала морской державой, поставляющей на российский рынок креветки и красную рыбу. Но ладно, с торговлей. Если мы делаем экономические уступки и по сути кормим наших союзничков, то должны хотя бы были рассчитывать на политическую солидарность в международных вопросах. Но нет. Мало того, что нам отказывают размещение военных баз для защиты общего союзного неба, так еще и белорусский лидер занимает прямо противоположную позицию по важным для России вопросам типа украинского кризиса. С боевиками, которые воюют против украинцев, их надо уничтожать. Но сначала разберитесь, а то перестреляете с войны. А если есть некоторые тут умники, считающие, что белорусская земля – это часть, ну как они говорят сейчас, русского мира и чуть ли не России, «Забудьте, мы всегда были гостеприимны к любому человеку, но заставим любого уважать наш суверенитет и независимость». В последнее время дело и вовсе доходит до старческого маразма, когда лидер союзного государства угрожает в случае чего превратить свою страну в новую Чечню или Косово. Создаются впечатления, что все эти проекты типа Евразийского союза создаются как реакция на растущее влияние, наших соседей, что с запада, что с востока. Но нужно ли таким образом через все эти псевдоинтеграционные проекты удерживать наших партнеров? Пример Украины, в которую мы вкладывали огромные средства, которые получали дешевые ресурсы из России, показывает нам неверность такого пути. Почему мы думаем, что в Белоруссии все будет иначе? Жилье! Беларусь! Жилье! Беларусь! Жилье! Беларусь! Зачем всем этим постсоветским пнязькам строить с Россией союзы, когда они могут и так получить все? И тот же Лукашенко это понимает. Ему достаточно один раз пригрозить России намеком на переориентацию на Запад, как тут же Кремль идет на уступки. По крайней мере, так было до сегодняшнего дня. Довелось по моей биографии работать с первым президентом России Борисом Николаевичем Ельцином. Примерно по этой схеме возникали недоразумения. Белорусская сторона так доводила дело до такой мощной ссоры. Был личный разговор с глазу на глаз, и стороны приходили к согласию. И всякий раз, конечно, Россия с туда уступала. А насчет других наших союзников по Евразийскому союзу, типа Армении и Киргизии, вообще сложно что-то говорить. Та же Киргизия это нищая микроэкономика, которая по структуре ВВП и уровню доходов населения находится на уровне африканской государства и Украины. И теперь благодаря Евразийскому союзу киргизы толпами штурмуют российские биржи труда. Ведь согласно Евразийскому договору, киргизам теперь не нужно разрешение на работу. Они равны гражданам России. И вот, благодаря потоку мигрантов из Средней Азии, наши собственные граждане должны получать копейки. Потому что тот же киргиз будет с радостью работать за 15 тысяч рублей. Ну а взамен, что получает Россия? Информационный вопрос хорошо знакомый крупным российским городам. Больше всего мигрантов проживает сейчас в Москве. Одна из самых внушительных столичных диаспор граждане Кыргызстана. Они приезжают сюда целыми селами. Но так ли просто встроиться в российскую действительность? Да, именно на наши деньги князьки из СНГ создают идеологии национальной исключительности, которые направлены против России. Тут и белорусы превращаются в великих литвинов. Армяне превращаются в европейцев. Ничего не имеющих общества с варварской ордой. Ну а киргизы и вовсе превращаются в самый древний народ на земле. После протоукров, конечно. На мой взгляд, сейчас как раз тот самый момент, чтобы поставить вопрос ребром по отношению к нашим союзникам. Вы реально хотите дружить с Россией и в будущем создать единое государство? Или эти все признания в любви и обзывания друг друга братьями нужно только для того, чтобы вытягивать из России ресурсы, без которых вся ваша незалежность очень быстро накроется медным тазом? И может быть, уже сейчас стоит прекращать кормить их? То, что мы кормили режим Януковича, не сделало Украину и лояльной нам. На подготовку революции в Украине, на изменение общественного мнения с помощью мягкой силы Соединенные Штаты потратили всего 5 миллиардов условных единиц. А мы только кредитов дали на 20 миллиардов. Может, нам стоит поучиться у наших заокеанских партнеров, как влиять на общество? Может быть, России нужны свои фонды Сороса, МакАртура, нужны свои технологии мягкой силы? И тогда общество этих стран само захочет к России. И не нужно будет больше спонсировать политиков типа Лукашенко.